Главный финансовый документ сформирован без дефицита. Об этом заявляют на традиционных публичных слушаниях по бюджету. Кстати, о виновнике торжества. На 2024 год он уже рассчитан и составит 12 миллиардов 111 миллионов рублей. На 2025 год предусмотрено 11 миллиардов 24 миллиона рублей. А вот на 2026 год цифра чуть больше – 11 миллиардов 389 миллионов рублей. Об этом рассказала председатель комитета по финансам администрации Читы Татьяна Зеленская. Наибольшие объемы финансирования направлены на следующие отраслевые программы. Образование – 61%, городское хозяйство – 17%, городостроительная политика – 12%, культура – 5%. На реализацию вышеуказных программ в бюджете города на 2024 год расходлено 10 миллиардов 677 миллионов рублей или 88% от общего объема расходов. Около 8 миллиардов будут направлены на социальную сферу. Так, например, на дошкольное образование в 2024 году предусмотрено 2 миллиарда 927 миллионов рублей. На общее же 3 миллиарда 175 миллионов рублей. В бюджетный пакет входит соцподдержка для отдельных категорий граждан, бесплатное питание, а еще закупка оборудования и капитальный ремонт. Бюджет также продолжает быть, ну, вы сами видите, социальным направлением, то есть в основном образование и социальная структура. Я надеюсь, что при формировании бюджета, при реализации бюджета все-таки у нас получится нам не 12 миллиардов, а, скажем так, не будем загадывать, ну, более другую сумму, сторону увеличения освоить именно на содержание, на процветание города Читы. Отдельным пунктом рассмотрели и сферу ЖКХ. В предстоящем году на переселение четинцев из аварийного жилья будет потрачено 32 миллиона рублей. А еще в планах отремонтировать уличное освещение, продолжить работу по благоустройству города. Только на содержание зеленых насаждений в бюджете предусмотрено 75 миллионов рублей. В числе вопросов общественников зарплаты учителей. Нашлось ли на них место в локомотиве предстоящей финансовой трехлетки? Почему меня волнуют школы? Ну, потому что в Чите, очевидно, школы-гимназии, в которые хотят отдавать детей, с них попасться посчитать. Ну, их видно, куда родители со всего города возят своих детей. Основная масса школ у нас не укомплектована, я думаю, по официруем педагогическим составом. У меня вопрос, допустим, Кирик Оксане Ивановне. Какой у нас фонд оплаты труда на педагогов, сколько их численность, сколько в среднем они должны получать. Заработная плата педагогических работников у нас, мы ее получаем от субвенции Забайкальского края. В бюджете городского округа, город Чита, она входит за счет бюджета Забайкальского края. Средняя заработная плата вот за 9 месяцев дошкольных работников составляет 37 249 рублей, педагогических работников 47 772 рубля. Если говорить в целом о ситуации по краю, в 2024 году зарплата учителей должна увеличиться на 26%. С учетом двухлетнего повышения, заработные платы поднимутся на 40%. Ответив на вопросы, участники публичных слушаний одобрили проект бюджета Читы. В декабре депутаты городской думы планируют провести еще два заседания по главному финансовому документу.